Роману Торгову 17 лет. Свою жизнь без смартфона молодой человек уже не представляет. Поэтому он против того, чтобы в школе телефоны запретили. Роман уверен, если у подростка есть тяга к знаниям, гаджеты не будут помехой. В его классе интернетом пользуются почти все. Интернет пользуемся на уроках. Ну если контрольный или зачет разный, мы их сдаем просто учителю и все. Вы сдаёте в добровольном порядке? Нет. Учителя говорят сдать. Иногда выдумываем разные методы. Приносим по два телефона, чтобы их сдавать. Или чехлы от телефона сдаём. Много способов войти в эту систему. В областной библиотеке развернулась целая дискуссия на тему запрета смартфонов в школе. Что это, массовая паранойя или праведный путь? Сотрудники полиции считают, что не стоит носить в образовательные учреждения дорогие телефоны. Школьники крадут их друг у друга. Причем довольно часто. Их крадут. Играют, например, в футбол. Оставляют портфель на спортивной площадке. После этого обращаясь к портфелю. Гаджета уже нет. Или также идут в коридоре, сидят, там играются. Положили на подоконник. Телефончик оттуда спокойненько ушёл. Входящие звонки на уроки нарушают дисциплину. В смартфонах дети могут зайти на опасные, в том числе экстремистские сайты. У собравшихся педагогов было много доводов всё-таки запретить детям пользоваться телефонами. В том числе потому, что ученики их снимают из-под тяжка. А потом выкладывают это видео в интернет. Такие случаи бывали. И здесь тоже нужно говорить о том, что человек не имеет права без разрешения другого снимать его на смартфон. Нужно, наверное, какие-то правовые основы донести до детей. Что имеет, какое право имеет человек. Но и в смартфонах есть плюсы. Соглашаются те же учителя. Калькуляторы, интернет-словари. Поэтому итоги общего опроса показали. Смартфону в школе быть. Но пользоваться на уроках им не стоит. Если ограничить просто использование телефона на уроке или только с разрешения учителя, то почему бы и нет? Смартфоны мешают во время уроков. Но тогда с оговоркой. И учителя не должны во время уроков сидеть в социальных сетях. Потому что они дали задание, что им делать. Они сидят и смсят тоже. Поэтому должно быть все обоюдно. И это договоренность. Но это должно быть прописано в уставе образовательной организации. Кстати, такие уставы уже есть в некоторых учебных заведениях. Например, во Владимирской третьей гимназии официально запрещено пользоваться на занятиях смартфонами. И вообще отключать телефоны и включать знания в интересах самих же учеников, говорят педагоги. Для многих не за горами ЕГЭ. И уж на этих экзаменах точно все гаджеты будут под запретом.